А вы в курсе, что в Краснодарском крае в этом году должны появиться более 50 скейтпарков, паркур и воркаут площадок? И эта работа по большей части должна быть завершена уже к сентябрю. Вообще воркаут площадки должны появиться во всех муниципалитетах Краснодарского края. Такую задачу ставит руководитель региона Вениамин Кондратьев. Что же касается цифр прошлого года, то в 2015 на территории Кубани появилось 25 площадок для занятий воркаута. Самые большие из них в Гулькевичах, Новопокровском районе и в городе Сочи. Чем же так популярен воркаут и почему это направление уличных видов спорта так привлекает молодежь? И как воркаут развивается в Сочи и в Краснодарском крае в целом, попытаемся разобраться сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы – представитель команды «Воркаут Сочи Тим», призер краевых соревнований К4 в номинации «Фристайл Баттл» и Вячеслав Силуянов. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Но прежде чем начинать разговор о том, почему воркаут так популярен сегодня в Сочи, почему все больше и больше молодых людей, девушек присоединяются к этому молодежному течению, для тех телезрителей, кто еще не в курсе, что такое воркаут? Воркаут – это один из дворовых видов спорта, пришедший к нам из Соединенных Штатов Америки. Там около 10 лет назад черные парни занимались на улице, тренировались в общественных местах, тренировались на спортивных площадках и снимали видео, ролики и выкладывали их в интернет. Наши местные парни осматривались этого всего и пытались подражать им. Первая команда воркаута в Сочи появилась примерно 7-8 лет назад. Она называлась «Бар Монстерс». Это были парни из Адлера, которые показывали невероятные вещи, которые казались для других неуполнимыми. Это было очень красиво. Потом было небольшое затишье воркаута. Потом появились новые видеоролики, пришедшие к нам из Америки. На Украине очень хорошо стал развиваться воркаут. Воркаутом может заниматься абсолютно каждый. Для этого особо много не нужно. Нужен турник, брусья и стремление тренироваться. Сейчас у нас много специализированных площадок в Сочи по сравнению с прошлым временем. Самые большие, пожалуй, это в парке Бестужево в Адлере, в Олимпийском парке. Одна из самых больших в городе площадок. Также от компании Coca-Cola у нас была открыта площадка в Кудепсте, специализированная, и на Бытхе. Также собственными силами на Ривьере люди, собирая деньги, открыли ту же площадку, сваренную буквально из всего подряд. И очень хорошо у них получилось. Сейчас половина горожан нашего города занимаются именно там. Что можно делать на этих брусьях, шведских стенках, на турниках? Какие элементы выполняют воркаутеры? Сейчас воркаут в большей степени это силовая гимнастика, то есть все элементы из силовой гимнастики. Некоторые даже вешают кольца и тренируют кресты, планши, горизонты на них. Также там большое количество динамики, которой нет в спортивной гимнастике. Но еще очень много элементов, которые выполняются под музыку, да? Каждое выступление, в принципе, оно идет под музыку. У нас сейчас очень сильная команда в городе сформировалась, какой раньше не было. У парней очень хороший уровень. Насколько сейчас человек в Сочи? Есть какая-то цифра примерная, хотя бы кто увлекается, постоянно увлекается воркаутеры? Увлекается очень большое количество, потому что это мейнстрим сейчас, и людям это интересно. Люди просто смотрят на то, что мы делаем, пытаются также нам подражать. В нашей команде порядка 14-15 человек, постоянные, которые с нами тренируются, выступают на мероприятиях городских. Я знаю, что не только парни увлекаются, в течение этого увлекаются активные девушки сегодня. Да, конечно. У нас в команде имеется две девочки, которые очень хорошо выступают. Одна из них тренируется даже на пилоне. Очень красиво получается. Приходите, посмотрите на наши выступления. Что нужно, чтобы стать воркаутом? Первый шаг? Как в себе разглядеть такие возможности для того, чтобы залезть на турник и сделать какие-то упражнения? С чего нужно начинать в первую очередь? Базовый воркаут – это просто ОФП, подтягивание, отжимание. Там ничего в принципе не нужно, просто желание. А пол, возраст, физическая подготовка? Не имеет значения. Не имеет значения, то есть каждый может заниматься. Вы упомянули, что специализированные площадки есть. Насколько они хороши, скажем так? Насколько там есть все для того, чтобы заниматься этим видом спорта? Там есть абсолютно все необходимое. Там можно проводить опять же мероприятия какие-то городские. Во время Формулы-1 наша команда выступала в Олимпийском парке и собирала большое количество народу, зрителей, которым это было очень интересно. То есть и площадки не пустуют, и зрителей хватает, если какие-то мероприятия проводятся. А во дворах же тоже можно заниматься, потому что многие дворы, дворовые площадки тоже располагают какими-то турниками, шведскими стенками и так далее. Опять же повторюсь, что воркаут – это в большей степени базовое ОФП, которыми, конечно, можно заниматься на турниках, на брусьях прямо во дворе, возле дома. Воркаут в первую очередь для нас сейчас в городе – это пропаганда здорового образа жизни. Без наркотиков, без алкоголя, без никотина. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть небольшой репортаж. Мы его снимали еще в январе в Олимпийском парке. Тогда как раз-таки открылась воркаут-площадка, которая сегодня считается самой крупной в городе Сочи. Давайте посмотрим. Воркаут – любительский вид спорта. Он настолько увлекательный, что захватывает все большее количество мальчишек, желающих продемонстрировать вот такие упражнения. Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитием силы и выносливости. Но может быть и такой воркаут-стайер, совмещенный с элементами танца. Больших затрат этот вид спорта не требует. Практически в каждом дворе и на спортплощадке есть турники. Но чтобы показать более сложные элементы, конечно, ребятам надо тренироваться уже на специализированных площадках. Таких в Сочи теперь 11. Это не предел. Мы будем дальше открывать эти площадки. Глава города Сочи очень сильно поддерживает не только этот вид спорта, но и спорт в городе Сочи в целом. Пообещал, что ни одной копейки не будет сокращено. Будет продолжено полное финансирование. И все планы, которые намечены, будут выполняться. Эту новую площадку разместили в Олимпийском парке напротив ледового куба. В день ее открытия состоялся мастер-класс от сочинских воркаутеров. Так они себя называют. А еще приехали ребята из Туапце, чтобы поддержать сочинцев. Мы находимся в хороших отношениях. Все друг друга знают, друг друга поддерживают. Вся информация, которая о соревнованиях, о развитии команд находится в социальных сетях ВКонтакте и в Ютьюбе. В интернете они выкладывают любительские ролики. Активно соревнуются между собой, придумывая все новые и новые элементы уличной гимнастики. Али второй год занимается воркаутом. Приехал в Сочи из Краснодара и сейчас эта площадка стала для него основной, поскольку живет здесь недалеко. Я вот честно скажу, я получаю удовольствие от своего спорта. Этот спорт стал для меня жизнью, часть моей жизни. Так что воркаут массой! Ура! Попасть сюда может любой желающий в любое время. Это самая большая специализированная площадка в Адлерском районе. Есть поменьше, например, на бытхе, где занимается Илья Подхользин. Ему 15 лет, но он уже готов поучаствовать в соревнованиях. А заинтересовался воркаутом после встречи с Владимиром Садковым, победителем Кубка мира, российским атлетом. Владимир Садков, кстати, передовый привет, если меня видишь. Мне очень приятно было с ним пообщаться, увидеть его. Это правда, это очень круто было. Это свобода, свобода, ты летаешь, ты что хочешь можешь делать. Да, многие не умеют, советуют заняться этим. Это круто. Да, и я еще раз напомню, что в этом году в Краснодарском крае должны построить 56 площадок для занятий дворовыми видами спорта, в том числе и воркаутом. А вообще задача, которую ставит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, это воркаут-площадки должны быть в каждом муниципалитете края. Об этом он напоминает практически на всех совещаниях по развитию детского спорта. И вот мнение губернатора на этот счет. В районах самое простое, на самом деле в парках отдать уголочки или даже площадки не под кафе и ресторанчиков, где уже достаточно их в наших парках, а под воркаут-площадки отдать. Это недорогое удовольствие по большому счету. Но оно однозначно притянет к себе мальчишек и девчонок. Да просто мы их с улицы оттянем, и то уже будет хорошо. Сегодня надо чуть-чуть вместе, всем переформатировать отношения и понимание спорта. Это не просто вывескать детский спорт, доступный спорт. Это спорт, который вокруг нас. Это спорт пешей доступности. Вот ты идешь, и все. Ребенок должен понимать, что он пешком дойдет до, я говорю, или до воркаут-площадки, или экстрим-площадки. Ну да, мы разобрались, что площадки есть в Сочи. А кто вас обучает? Тренеры, педагоги? Есть? Потому что, чтобы дать базу или какую-то технику, нужны какие-то подготовленные, может быть, специалисты? Опять же, изначально все к нам пришло с интернета. Мы просто пробовали то, что было на видео, старались, и у нас получалось. Но со временем, конечно, мы растем. У кого-то есть физкультурное образование, кто-то сам занимается, у кого-то какие-то тренерские дипломы. И все это в совокупности дает базу, знание для базы. Ну то есть, если приходят какие-то начинающие ребята, вы своим опытом спокойно делитесь, свободно? Конечно, да, мы можем подсказать и научить. Хотелось бы понять, как воркаутеры влились в городскую жизнь? Вообще много молодежных фестивалей достаточно проводится в городе, и фестивали, и мероприятия спортивной направленности. Как вы участвуете? Может быть, какие-то показательные выступления проводите или еще что-то? Мы стараемся выступать абсолютно на всех показательных выступлениях в городе и стараемся защититься на всех мероприятиях, которые у нас проводятся. Не имеет значения, молодежные или более взрослые, просто городские какие-то мероприятия. Мы стараемся быть везде. Я знаю, что ваша команда, в частности, воркаут «Сочи Тим» присоединилась к проекту «Площадка нашего двора». Да, мы участвуем в такой вот акции. Мы в содружестве с другими коллективами уличными выступаем в разных площадках нашего города, для того, чтобы дети смотрели, их приводят воспитатели с детских садов или со школ начальных классов, и выступаем для них, пропагандируя, опять же, здоровый образ жизни и то, насколько это интересно, показываем. Но вы же добились уже в воркауте больших успехов. Насколько мне известно, вы призер краевых соревнований К4, призер троеборья по воркауту в рамках Кубка Краснодарского края «Самсон 39», но еще ряда других турниров. То есть турниры и в Сочи, и в крае проводятся? Их достаточно? Турниры проводятся по всей России, в принципе. У нас есть и российские соревнования, есть и мировые соревнования, но там уже другой уровень, конечно. Ну, давайте начнем с Сочи. В Сочи есть какие-то, можно ли, возможно, есть ли посоревноваться друг с другом воркаут? В Сочи есть, конечно, такие соревнования. Вот мы в ближайшее время будем проводить. Точно пока не могу сказать, когда, но, скорее всего, в августе будут соревнования по воркауту в Сочи. К нам приедут спортсмены из Краснодара и других ближайших городов. А на уровень края вы выезжаете, там каков уровень, как вы можете оценить? Много ли по краю вообще занимаются ребята этим видом спорта? По краю занимается им, опять же, огромное количество, и на краевых соревнованиях там, опять же, другой уровень. Как правило, на краевые соревнования приезжают не только с нашего края, но и со Ставропольского края и других областей. А на Россию вы выезжали уже? На Россию пока нет. Ну, как вам кажется, уровень позволит уже выходить дальше? И вот что нужно, чего, может быть, не хватает здесь, в Сочи, для того, чтобы уже двигаться дальше и побеждать на соревнованиях выше рангом? В Сочи у нас, в принципе, все хватает, опять же, самое главное – это желание. Я просто не стремлюсь сейчас к этому, но у нас есть достойные парни, которые могут поучаствовать на России в ближайшее время. Ну, а есть ли, может быть, такие разговоры о том, чтобы создать федерацию по этому виду спорта? Вот такая возможность есть, потому что, может, было тогда уже профессионально тренировать ребят и уже нацеливаться на какие-то результаты, не просто для себя заниматься, скажем так. Года четыре назад мы уже создавали федерацию по воркауту в городе Сочи, которая из-за неплотного коллектива развалилась. Сейчас, опять же, в принципе, можно попробовать ее снова создать, поддержать, потому что коллектив более сплоченный и более надежный. Да, у нас есть такие мысли, и, возможно, в будущем мы это сделаем. Ну, да, очень бы хотелось. Ну, и как вам кажется, каков вообще вклад воркаута в развитие спорта в городе Икрае? Потому что, мне кажется, воркаут несет очень важную миссию, потому что ребята начинают с дворовых видов спорта, как воркаут, и уже делают шаги навстречу к профессиональному большому спорту. Вот как вам кажется, каков вклад воркаута? Да, воркаут, он дает базовую силу, которую можно уже включить практически в любой другой вид спорта, но, опять же, с определенного возраста. Ну, возможно ли с помощью воркаута заинтересовать, заниматься дальше какими-то, ну, например, пауэрлифтингом, армрестлингом, не знаю, гимнастикой? Да, воркаут очень хорошо развивает связки на руках, на мышцах кора, вообще весь корпус очень хорошо развивает. Ну, и желательно, конечно, еще бегать, тоже очень полезно. Я сам занимался очень долгое время воркаутом, порядка 4-5 лет, сейчас делаю больше акцент на армрестлинг и пауэрлифтинг, но, опять же, совмещаясь с воркаутом. То есть вы сделали шаг от воркаута, в принципе, уже к профессиональному воткому спорту? Ну, да, но, опять же, это все идет силовое направление, которое я вот пытаюсь сочетать. Намечательно. Ну, и давайте в завершение нашей передачи, может быть, пригласим девушек и юношей, которые хотят заниматься этим видом спорта. Куда нам нужно приходить, в какие места, где воркаутеры собираются для того, чтобы тоже присоединиться, влиться в это молодежное течение? Каждое воскресенье мы собираемся в парке Бестужево, это в Адлере, где сквер Бестужево. И тренируемся, проводим открытые тренировки, на которые может прийти абсолютно каждый человек. То есть в Бадлер вечером можно приходить в центре города, вы говорили, в Ревиере. Да, вот в центре города, но мы там чуть-чуть поряже собираемся. Но, опять же, у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы пишем, где у нас тренировки будут проводиться. Вот, только сейчас начинаем писать. То есть через социальные сети можно встретиться и приходить, вы ждете всех? Абсолютно всех. Замечательно. Спасибо большое за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был представитель команды «Воркаут Сочи Тим», призер краевых соревнований К4 в номинации «Фристайл Баттл» Вячеслав Силуянов. Вячеслав, спасибо большое. Ну, я напоминаю, что вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok